Со счетом 1-0 закончилась встреча саратовского «Сокола» с Нижегородской «Волгой» в рамках первенства футбольной национальной лиги. Как прошла игра, а также о других событиях саратовского спорта, расскажет Александр Старков. Спасибо, Александр. Встреча с нижегородцами закончилась минимальным перевесом саратовцев. Единственный гол за всю игру забил полузащитник Андрей Яковлев на 28-й минуте. Во втором тайме футболист был удален, с поля получив две желтые карточки. Заканчивали встречу саратовцы в меньшинстве. Соперники активно атаковали, но футболисты «Соколу» сумели устоять. И победить со счетом 1-0. Сейчас «Сокол» поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице. Сборная России заняла второе место в медальном зачете по гребле на байдарках и каное. 3 мая в чешской Рачице завершился чемпионат Европы. Всего в регате участвовали более 500 гребцов из 36 стран Европы. В состав сборной страны вошли и саратовские спортсмены, которые внесли свой вклад в победу в медальном зачете. Кира Степанова в заезде байдара к четверок на дистанции 500 метров заняла третье место. Победу в медальном зачете одержала сборная Германии. Третьими стали белорусы. Проиграли в первом четвертьфинальном матче в рамках плей-офф единой лиги ВТБ. 3 мая в Химках состоялась игра между местным баскетбольным клубом «Химки» и саратовским «Автодором». Победа осталась за хозяевами паркета. Они выиграли со счетом 99-77. Всю первую половину матча лидировали баскетболисты «Автодора». Но после большого перерыва «Химки» переломили ход встречи. А на сегодня это все. До новых встреч. Спасибо, Александр.